Здравствуйте, друзья! Вы наверняка слышали, что существуют программы по автоматическому заработку. Возможно, даже обжигались и покупали такие программы. Сейчас перед вами 120 тысяч рублей. Это доход за прошлую неделю. В среднем один компьютер зарабатывает по 600 рублей в час. Я специально снимаю это видео на телефон, чтобы у вас не возникло подозрений, что доход от программы как-то подделан или смонтирован. Все, что вы сейчас видите, происходит в реальном времени. Сегодня в интернете существует огромная масса программ по автоматическому заработку, но вы ни разу не задавались вопросом, почему авторы таких программ не устанавливают их на несколько компьютеров и тем самым не начинают зарабатывать в несколько раз больше. Ведь это вполне логичный вопрос. Все дело в том, что программы эти не рабочие, а их авторы зарабатывают исключительно на продаже этих чудо-программ по сортировке каких-то файлов, по работе с криптовалютами и прочего будой. Да, любая компания наняла бы гастарбайтеров или приобрела бы дополнительное оборудование, которое окупилось бы уже через неделю. Зачем вам платить третьим лицам? Здесь у меня еще два абсолютно новых компьютера. Программу на них я еще не устанавливал. Сейчас я покажу вам процесс заработка. Заведу абсолютно новый аккаунт, абсолютно новый Киви-кошелек. Закажу новую банковскую карту и все заработанные деньги сниму в банкомате. Поехали! Итак, друзья, поехали. Значит, мы сейчас находимся на сервисе. Таких сервисов очень много. Выбрал я его, потому что выплачивают они когда угодно, куда угодно. По выходным и праздникам без задержек. У них 120 платежных систем. Все комиссии они берут на себя. Давайте зарегистрируемся. В регистрации нет ничего сложного. Пугаться их не стоит. Давайте назовем наш аккаунт тестовый. Придумаем пароль. Повторим наш пароль. Давайте 1, 2, 3, 4, 5. Значит, email. Собака Яндекс.ру Если у вас нет скайпа, то просто введите любую информацию. Давайте напишем нет. Все. Соглашаемся с критериями. Тут нам предлагают вступить в их группу ВКонтакте. Переходим в панель управления. И давайте сразу перейдем во вкладочку Баланс. Здесь у нас минимальная выплата сейчас 1 рубль. То есть, как только программа зарабатывает первые деньги, их сразу же можно выводить. Давайте сейчас, значит, я заведу абсолютно новый Киви кошелек. Давайте. 952. Сейчас, значит, я заведу абсолютно новый Киви кошелек. И мы его укажем в платежных данных. Все. Создать кошелек. Так. Цифры с картинки. Соглашаемся. Зарегистрироваться. Так. Придумываем наш пароль. Так. Что-то отличаются пароли. Так. Давайте еще разочек. Так. СМС-ка. Ждем СМС. Так, пароль отличается. Да что ж такое. Все. Подтвердить. Все. Наш Киви кошелек создан. Я специально номер не замазываю. Чтобы вы все сами могли видеть. Что никакой подмены там сотовых телефонов не будет. Все. Давайте теперь зайдем в настройки. Значит, здесь у нас получать выплату мы будем по... По... По расписанию давайте оставим. Сумму по 300 рублей сделаем поменьше. Значит, получать мы будем на Киви. Указываем наш номер телефона. Только что созданный Киви кошелек. И чтобы мы с вами поняли, что выплату действительно пришла от работы программы с данного сервиса, давайте напишем комментарий. Давайте. Нет. Давайте. Знаете, как давайте. Твич. Твич в работе. Работе. Все. Нажимаем кнопочку сохранить. То есть, теперь, как только программа заработает 300 рублей, они автоматически нам... Итак, вот так выглядит панель управления. Ничего сложного здесь нет. Запускаем нашу программу. Все. Программа запущена. Абсолютно не загружает компьютер. Она спряталась в трее. Ее не видно. И наблюдаем за балансом. Давайте я, наверное, сейчас отмотаю. Минут на 30. До момента получения как раз первой выплаты. Итак, друзья, прошло порядка 30 минут. У нас уже заработано 304 рубля. Сейчас мы, по идее, должны получить с вами первую выплату. Время 2 минуты второго. 2 минуты второго. Итак, сейчас мы должны получить с вами, по идее, первую выплату. Все происходит в автоматическом режиме. Вам даже не нужно нажимать. Все. Денежка выплачена. Обновляем наш киви. Все. 300 рублей. Номер тот же самый. Давайте зайдем сейчас с вами в историю. И посмотрим наш приход. Вот. То есть, вы видите наш комментарий. Приход. То есть, отсюда понятно, что это не я там сам себе отправил. Что мы действительно получили эти 300 рублей от работы программы. Обновим давайте. Никуда она не пропадает. Номер телефона тот же самый. Все то же самое. Итак, друзья, прошло. У нас с вами 10 часов. Сейчас уже 11 часов вечера. Я уже получил выплату в размере 6000 рублей. Сейчас еще одна выплата на подходе. Давайте зайдем в киви кошелек наш. Номер тот же самый. Ничего тут не меняется. Время 11 часов вечера. Итак. Вводим пароль. Входим. Все. Вот наши 6000 рублей. Давайте войдем в историю. Посмотрим наши приходы. Ну и вот наши приходы. 300 рублей поступают где-то раз. Ну, в среднем раз в 30 минут. 26 минут может быть. Где-то 33 минут. Ну, то есть, каждые полчаса поступает по 300 рублей. Давайте обновим. Так. И, по идее, мы должны получить еще одну выплату, получается. Да? У нас там 6000. Накапал еще. Так. Еще одна выплата нам пришла. Да. 6300. Давайте обновим страницу. Так. Завис он на интернет, видимо. Видимо, завис. Нет. Не завис. Вот. Еще одна выплата. Так. У меня, видимо, часы спешат немножко. Ну, ничего страшного. Вот, друзья. Еще один. Давайте еще раз обновим. Все. Сумма никуда не пропадает. Итак, значит, сейчас я отправлю эти деньги на банковскую карточку. Я заказал новую карту банка Тинькофф. И мы с вами пойдем в терминал и снимем эти деньги. Итак, друзья, давайте, значит, сейчас снимем денежку с нашего тестового аккаунта сначала. А потом пойдем к терминалу Сбербанка. И я сниму выплату с работы четырех своих компьютеров. С 300 рублей у нас сбрала комиссия Киви за перевод на банковскую карту. Поэтому мы будем снимать с вами 6 тысяч рублей. Все, снимаем. Все, выплату тестового аккаунта 6 тысяч рублей мы получаем. Все, и теперь идем. Идемте давайте в Сбербанк тогда с вами. И снимем основные деньги. Итак, друзья, мы сейчас с вами в Сбербанке. И я сниму денежку с работы четырех своих основных аккаунтов с четырех компьютеров. Каждый компьютер зарабатывает где-то в среднем по 30 тысяч рублей в неделю. Поэтому... Так, давайте сначала баланс посмотрим. 120 тысяч рублей. То есть, это от работы четырех компьютеров за неделю. Все, давайте тогда их снимем. Так, другая сумма. Давайте 120 тысяч. Так, пятитысячных купюр опять нет. В прошлый раз, когда я снимал, в банкомате тоже не было пятиты тысячных. Пришлось снимать тысячами. И, видимо, в этот раз то же самое придется делать. Ну, ладно. Деньги есть деньги. Другая сумма. Ну, тогда давайте по 40 тысяч. Выдать... Выдать... Нет, чек нам не нужен. Так, значит, первые 40 тысяч мы с вами сняли. Давайте... Еще 80 тысяч. Давайте еще раз. Придется тогда делать три операции по 40 тысяч. Получить наличные. Другая сумма. И давайте опять 40 тысяч. Так, три нуля не работает. Все, чек мне не нужен. Так, еще раз очередная партия. Очередная партия купюр. И давайте последний раз. Получить наличные опять. Другая сумма. 40 тысяч. Все, чек мне не нужен. Еще 40 тысяч. Итого 120 тысяч рублей. Продолжение следует... Хорошо.